АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ, Добрый вечер. Это программа «Чёрное зеркало», главное политическое ток-шоу, которое готовит редакция программы «Подробности» в студии ведущей программы Евгений Киселёв. Мне помогает ведущий «Подробности» Алексей Лихман. Здесь у нас собрались политики, эксперты, журналисты. Они ещё подходят. Как говорится, у нас пока ещё не комплект. Но, тем не менее, начинаем. И сегодня островная тема. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за аплодисменты. У меня каждый раз сердце разрывается. Я понимаю, что для того, чтобы программа смотрелась хорошо, эффектно, нужно, чтобы больше аплодировали. Но при этом я думаю, что время-то уходит на эти самые овации. Но, тем не менее, главная тема сегодня – это Минские соглашения. Не просто событие, главное, минувшей недели, но, наверное, событие, которое будет определять внешнюю и внутреннюю политику страны на протяжении достаточно долгого времени. И вот я бы попросил господ режиссёров показать результаты голосования, которые мы привели на нашем сайте. Кто победил в результате Минских соглашений? Мы предложили четыре варианта ответа. Украина, Россия, Европа и уступили все. Ну, и видите, что мнения разделились примерно поровну, за исключением того, что только процентов 7-8 говорят, что победила Европа, хотя такая версия тоже, на мой взгляд, имеет право на существование. А так, кто говорит Россия, кто говорит Украина, кто говорит уступили все. А вы, господа, как думаете, здесь присутствующие, кто всё-таки победил? Павел Шереметович, вы давно у нас не были, вам первое слово. Добрый вечер, спасибо. Действительно, вопрос сложный, провокационный. Я думаю, что, ну, во-первых, победили простые люди, которые живут на линии фронта, и любой день мира, он, ну, просто его переоценить нельзя. В долгую перспективу, конечно, победила Украина, потому что каждый мирный день, дополнительный для Украины, если его правильно использовать, идет в пользу Украины, потому что Украина укрепляется против агрессора, укрепляет свою армию и так далее и тому подобное. Тактически, может быть, победил Путин, потому что он там протащил какие-то неприемлемые или трудноперевариваемые для украинского общества положения, что-то там с признанием, значит, там, особого статуса Донбасса, что-то там, там, еще какие-то пункты. Безусловно, не победила Европа, потому что это просто отложенный конфликт, получается, точка не поставлена, и до настоящего мира еще достаточно далеко. Ну, хорошо, а какие другие мнения? Пожалуйста, Соня Костя. Человеческих жизней, он самое главное. Если мы вспомним первые минские соглашения, и то количество погибших и раненых, которое было с украинской стороны каждый день на протяжении июля месяца, на протяжении августа месяца, и сравним это с теми цифрами, которые стали поступать после первого заключения минских договоренностей, то мы придем к выводу, что эти цифры не сопоставимы, что количество раненых, что количество погибших кратно уменьшилось. И если даже, мы не говорим сейчас о том, чья это победа Украины, Европы или России, но если это договоренность, пусть даже ситуативная, будет стоить здоровья и жизни хотя бы одного украинского солдата, она того стоит. Пожалуйста, Николай Скорик. Я хотел согласиться с уважаемой госпожей Кошкиной. Оппозиционный блок совершенно четко заявил о том, что мы будем последовательно поддерживать в этом плане позицию президента. Мы однозначно считаем, что то, что произошло в Минске вчера, это очень важный и колоссальнейший для Украины момент, что мы действительно остановились в шаге от Новой Югославии в Украине, что мы сохраняем жизни наших людей, что действительно мы реально сможем заняться в нашей стране восстановлением нашей экономики и восстановлением не только Донбасса, а всего того, что разрушено за последнее время. Ну, подождите, вот у меня сразу вопрос возникает. Я просто смотрю за сводку за сегодня. Извините, может быть, я что-то упущу или процитирую какую-то новость, которая не подтвердилась, но вот информация, которую мы получали сегодня в течение дня. Ночью обстрел Луганска. Погибло три мирных жителя. Обстреляли Артемовску, обстреляли поселок Горняк. Захватили Логвинова, затем эта информация не подтвердилась, вроде бы за Логвинова идут бои. В счастье, снаряд попал в кафе, трое погибших, простите, двое погибших, трое раненых. Активные бои под Мариуполем. Активные бои под Мариуполем. Более 25 раз ударили по Дебальцево. Полусотни танков, 40 градов, смерчи, около 40 БТРов прошли с российской стороны через блокпост и звали. С 15 февраля. Ну нет, ну вот это как бы такой салют, судя по всему... Напоследок, для того чтобы получить как можно больше территорий до 17 февраля. Это празднуется в перемирии. Вы знаете, вот очень символично, что 15 февраля это день окончания войны в Афганистане, которая закончилась 26 лет назад. Я думаю, что очень символично, что будем надеяться, что 15 февраля 2015 года закончится война в Украине. Я понимаю прекрасно все те... Так и хочется сказать, а война в Афганистане до сих пор идет. Ну, уже воюют другие люди и другие страны. С одной стороны, а с другой... 11 февраля тоже несет за собой историческую дату. Мы помним о встрече Сталина, Молотова. Вот, послушайте, у нас здесь присутствует человек официальный. Мне бы хотелось перевести разговор на Дмитрия Кулебу, посла по особым поручениям, представляющего здесь украинский МИД. Вот, позвольте один конкретный вопрос. Вот, уже как бы, он не случайный, он по итогам того, что происходило сегодня. Вот, поясните, пожалуйста, является ли Россия стороной, которая обязана выполнять договоренности, достигнутые в Минске? Абсолютно. А вот господин Песков, пресс-секретарь господина Путина, сегодня сказал, что Россия не является стороной, которая обязана выполнять договоренности. Она является гарантом договоренности. Чувствуете разницу? Абсолютно классичная разница. Мы ее чувствуем почти каждый день. И я думаю, все, кто следует публично за заявами официальных представителей России, тоже чувствуют. Так же Россия утверждает, что ее оружие и ее военных нет на территории Украины. И еще много чего-то другого. Я в продолжении вашего первого вопроса скажу одну речь. Насправді, стратегическую победу в Минске получили те, кто пытается держать мир. Мир не только в Украине, но и в Европе и в мире. За двоих причин. Во-первых, Владимир Путин продемонстрировал, что он, в принципе, поддается на такой универсальный тиск с всех сторон. Потому что он не хотел ехать в Минск. И Россия не хотела этого встречи. Но после того, как сильного напора, который европейские лидеры и лидеры Соединенных Штатов совершили, Россия сама себя избавила какого-то выбора и приехала туда. И, по сути, вся предыдущая стратегия была направлена на уничтожение Минских договоров. А в результате сегодня Россия, еще и прошу, вчера, подтвердила Минские договоры. А Минские договоры – это шлях, который гарантует сохранение этих отдельных районов Донецкой и Луганской области именно в составе Украины. Не прошло, не прошло ни автономизации, ни федерализации, никто не говорит о независимости ДНР и ЛНР. Все происходит в рамках украинского законодательства. И теперь это вопрос внутренней, а не внешней политики, для того, чтобы в середине правильно все решить в интересах Украины. Ну, хорошо, ведь мы можем ожидать, что точно так же, как господин Путин сегодня устами Пескова, я не думаю, что Песков говорит от себя лично, потому что, в противном случае, его бы немедленно уволили. Господин Путин может сказать, нет, подождите, когда мы писали соглашение, мы имели в виду совершенно другое, что вот будет Конституция, в которой будет записано про федерализацию, про автономию, а не про какую-то там непонятную децентрализацию. Мы вообще слова такого не знаем. Или вот, допустим, другой пример. Президент Порошенко сказал, Савченко будет освобождена. Были сообщения о том, что это является частью договоренности Минских. Были сообщения о том, что ее фамилия есть в списке по обмену пленных, да? А Песков опять сегодня говорит, а ему вторит там некий господин Маркин, есть такой очаровательный в кавычках, субъект. Ну, это официальный представитель Следственного комитета. Это официальное заявление. Официальное заявление представитель Следственного комитета, что никаких освобождений не ждите. Освобождение может состояться только в случае, если, грубо говоря, суд так решит. То есть, и по этому вопросу, судя по всему, нас ждут долгие и бесплодные препирательства. У нас ждет еще величезная купа проблем. Я в этом нижней хвилии не сомневаюсь. Так, простите, а Савченко все-таки является судьба Савченко предметом договоренности в Минске или не является? Абсолютно. Читко написано в документе, в перелику заходов, которые подтвержены, которые фактически обговорили главы государств, но подписки поставили члены трехсторонней группы. Там написано про звольнение всех заручников и незаконно утриманных людей. Для всего мира, и это было подтверждено парламентской ассамблеей Ради Европы, Надея Савченко, а также Олег Сенцов и другие наши граждане, они незаконно утриманными особами. Это принциповая позиция, которая утримает там в порушении международного права. Мы в ближние дни будем слышать очень много версий интерпретации этих договоренностей, которые были укладены. Но в международном праве есть очень простой принцип, что все договоренности нужно тлумачить и выполнять добросовестно. А где гарантия, что они будут исполняться добросовестно? И у меня сразу уточнение к вам, Дмитрий. Возможно, оно покажется вам наивным, но поверьте, сейчас вот этот простой вопрос очень волнует каждого зрителя, сейчас простых граждан Украины. В чем минские договоренности 2 лучше минских договоренностей 1? То есть, где гарантия, что именно они, чем они защищены? Где гарантия того, что именно они будут соблюдаться? Они будут использованы в России, как прошлые, которые превратились в бумажную фикцию? Для ясности. Минские договоренности 2 – это такой мем, такая красивая название, которую легко использовать, но в реальности их не существует. В Минске были ухвалены кроки для обеспечения выполнения минских договоренностей, укладенных в Вересне. Это принципово. Россияни пытаются как раз это сделать. Зменить терминологию, показать, что у нас постоянно какие-то новые форматы, новые договоренности. У нас нет этого. У нас есть минские договоренности, которые нужно выполнять. Сейчас Россия находится в принципово другом состоянии, в сравнении с Вереснем. Сейчас Россия очень серьезно потерпает от санкций. И как бы ни посмехались российские представители, как бы ни репортировали они про то, что они впорываются с всеми проблемами, именно все начхать – это не правда. И те, кто ориентируется на конкретную цифру экономики, это знают. И именно этот тиск – необходимость маневрования вокруг санкционного вопроса, колоссальный, в сравнении с тиском, который действовал заход на Путин, на Российскую Федерацию в Вересне, это уже качественно новый риф. И дает нам шанс, дает нам додатковые гарантии. Но стоят сутоковые гарантии, нам не дает никто. Это будет очень сложный процесс. Тут я не буду вводить... По поводу заложников и освобождения людей, это очень важный момент. Обсуждалась ли судьба Надежды Савченко, обсуждалась ли судьба Олега Сенцова? Потому что Олег Сенцов считает себя украинцем и украинским гражданином. И постоянно это требует, и даже подавал в суд, чтобы против российской власти, потому что россияне, следователи российской власти, считают Сенцова гражданином Российской Федерации. Точно так же, как и еще одного человека, который проходит по этому уголовному делу. Они, при этом, заметьте, не считают гражданином Российской Федерации Надежду Савченко, но с ней обращаются, как будто она гражданка Российской Федерации. Да, и поэтому здесь Украина требует освобождения заложников и тех, кто незаконно удерживает, удерживаемые там в России. Но россияне будут говорить, что Олег Сенцов гражданин Российской Федерации, он жил в Крыму, вовремя не поменял свой паспорт, и уже через суд несколько раз это как бы там проводили. Их судьба висит опять под вопросом. Это как-то договоренность приближает их к их освобождению линии? А вот Юрий Тандит, который у нас занимается, можно сказать, основная профессия, представитель СБУ, который занимается переговорами об освобождении заложников. Вы можете как-то прокомментировать? Евгений, я сразу хочу обратиться к нашим экспертам и журналистам, которые у нас присутствуют. Вы можете активно участвовать в дискуссии в то время, когда считаете нужным. Да, не стоять в очереди. Микрофон у вас открыт. Да, микрофон открыт, пожалуйста. Предлагаю правило такое ввести там. Но не больше двух программах. На всех программах украинских. Любимая фраза звучит неоднократно в эфире. Дослушайте меня до конца. Я вас не перебивал, теперь и вы меня не перебивайте. Вот я предлагаю, чтобы это правило действовало первую минуту монолога. Когда вы чувствуете, что минута истекла, можете начинать перебивать. Потому что не перебивают только тогда, когда человек говорит что-то такое, что напряженная тишина повисает. Пожалуйста, Юрий. Вы знаете, я внимательно смотрел над этим вопросником и смотрел, как отвечал студия, те, кто участвовал. Вы знаете, мне кажется, что победили все вчера, все те, кто действительно хочет мира, хочет сохранения нашей страны. Те силы, которые действительно заинтересованы в том, чтобы мы наконец остановились. Тема освобождения заложников, она актуальна как никогда, потому что не только Надежда и многие другие ребята, они находятся уже долгое время. Многие с июля месяца там. Коля Карпюк, который в России находится с марта там. Я думаю, что все эти ребята, они хотят вернуться домой. Мы сделаем все, чтобы они вернулись. Главное сделать все, чтобы они не стали и не были разменной монетой в этой игре, в большой игре. А какой срок назначен на помнение по Минским договоренностям обмена всех на всех? Фактически, если посчитать по деталям договоренности, то выходит 4-5 марта. А работа уже началась? Мы готовы были уже в субботу, в прошлую субботу, выйти туда, если бы не обстрел Краматорска, когда мы не повезли людей, тех людей, которые бы мы освободили. Суббота была еще до Минска. Вот в эти два дня после Минска работа какая-то началась или нет? Работа не только началась, мы продолжаем работу. Я повторю, мы думаем не только о тех ребятах, которых забираем. Мы думаем и о тех, кого будем отдавать, потому что небезопасно их сейчас тоже отдавать. Они тоже такие же люди. Мы не ответили, а все-таки конкретно. Савченко, Сенцов. Есть списки? Они входят в наши списки, мы их, конечно же, будем забирать. А списки утвердили? Списки утвердили мы? Вы знаете, это не самое главное. Главное, чтобы эти люди хотели вернуться домой. Самое главное при обмене утвержденности. Они играют в игру, вы поймите. Мне кажется, что вот такая дискуссия в отношении того Минск-1 или Минск-2. Мне бы хотелось, чтобы мы в этой студии сказали спасибо лидерам Германии и Франции, что это одни из самых занятых, наверное, в мире людей, которые действительно уделили внимание тому, чтобы действительно в нашей стране воцарился мир. Я думаю, что мы не сказали еще об одном выводе на Бывачи в этом плане. Это господин Лукашенко, который фактически принял на своей земле эти переговоры. Да, это любимый десерт Павлович. Еще несколько лет назад господина Лукашенко считала изгоем, а сейчас лидеры Франции и Германии гостят у господина Лукашенко и фактически на белорусской земле воцарился мир в Украине. Буквально два слова в конце. Я думаю, что то, что там присутствовали президенты стран, наш президент, президенты ведущих европейских государств, президент Российской Федерации, дает основание тому, что Минск-2 принципиально отличается от Минска-1. И у нас есть действительно колоссальные шансы, если мы объединим общество для того, чтобы реализовать эти мирные соглашения, если мы умерим амбиции и действительно постараемся вокруг этого. Вы задавали вопрос, какая гарантия есть, что будут соблюдаться. Я могу сказать, что точно одной стороной эти соглашения будут, я могу дать абсолютную гарантию, что они не будут соблюдаться. И Россия, собственно говоря, вчера и сегодня об этом откровенно сказал господин Песков. Думаю, согласен господин Путина. Это первый. Второй момент. Когда мы говорили тут, кто выиграл, кто проиграл. Очень мало людей сказали, что выиграла Европа. На самом деле Европа не то, что выиграла, но она навязала свой формат. Это формат, который отстаивала Меркель, отстаивала Оланд, который не очень нравился Украине. Но поскольку Европа является союзником Украины и Украина так или иначе хочет стать частью Европы, то, соответственно, она вынуждена была играть в эту игру. Но максимум, когда отличие встреч в Минске-1 и Минске-2, то, что действительно поднялся уровень участия в этих переговорах до уровня президента. И, по меньшей мере, теперь, конечно, может говорить Путин, может говорить Песков о том, что фамилия Савченко не называлась, но поскольку присутствовали при этом и Меркель и Оланд, очевидно для всех, что идет грязная игра. Поэтому, опять же, мы никак не можем повлиять на поведение Путина, на него влияют... Это понятно, Алексей, но я вот просто хотел бы сказать, что... Да, и если согласиться, скажем, с Путиным или там с Путиным в лице Пескова, что Россия не гарант этих договоренностей, что Россия, простите, гарант этих договоренностей, а не страна, которая должна их выполнять, то тогда возникает, ну скажем, простой вопрос, а кто тогда будет выводить иностранные вооруженные формирования, военную технику, наемников и так далее? Господин посол сказал о том, что соглашения должны добросовестно соблюдаться. В декларации, подписанной президентом Путиным, сказано, что Россия уважает территориальную целостность Украины. Что это означает, если добросовестно это трактовать? Россия обязана вывести иностранные... Так как все это скажут? С территории Крыма, которая является частью Украины, в глазах мирового сообщества. Евгений хочет ответить Иван Кривуссерда, прозватель Радиуслова. Я прошу прощения, Иван, чуть позже, если можно. Ради Бога, просто я обещал слово дать Александре Кужель, и потом у нас телемост. А телемост это такая вещь, которую мы не можем пропустить. Евгений, в первую очередь я хочу сказать вам спасибо, потому что я Юрием общаюсь полгода по телефону, и впервые вижу его живьем. Это человек, которому мы звонили почти каждый день, все мамы нам... Он был для вас такой мистической фигурой. Да, да. Я вас приветствую. Вы, ребята, даже не представляете, сколько мам он вернул детей. Мы звонили Юрию, только писали фамилию, а он с Рубаном этим занимался. Это сегодня тоже герой и очень большой. Спасибо вам огромное. Евгений, я вот по поводу этих всех переговоров хочу сказать, что чувствовали мы все. Все одинаково. Почти всю эту ночь не спали. У всех сумасшедшее ожидание, когда же это закончится. Потому что никто, ни один нормальный человек войны не хочет. И в любом случае, я думаю, что даже объединение в парламенте, в коалицию, это было стало подтверждением тем фундаментом президенту, что война не нужна. Нужно искать мирные переговоры. И в этом отношении, конечно, мы поддерживать президента будем максимально. Можно ли расслабиться? Нет, нельзя. Нельзя. Нельзя нужно использовать каждый день для того, чтобы был хороший мир. Нужно достаточно серьезно отнестись к тому, что сказал сегодня даже президент. Давайте откровенно сказать. Разворовать Миноборонпром не дам. Разворовали его достаточно серьезно. Поэтому, чего ждать? Я верующий человек, я молюсь о мире, потому что каждая сохраненная жизнь, это очень многого стоит. Верю ли я Путину? Не на один процент. Все дальнейшее зависит от очень многих, от дипломатов, от юристов, от очень многих составляющих. Что бы хотела сказать о Наде Савченко? Надя не прекратит голодовку. Мы должны это понимать. И даже 19 дней сможет ли она прожить, это практически нереально. Ей колят глюкозу и белок. И Надежда ни в какую, и мама, и сестра, мы все для этого делаем. Она сказала, что она умрет за Украину. Поэтому для нас обмен надежды и все, кто там есть военные пленные, они, если бы вы видели, как они издеваются, я вам расскажу, когда мы переживали, что у нас не было демократии. Как они строили журналистов? Они зашли к конвоирам, сказали, по пять, строй, с левой ноги, заходи. Вот такая культура. Поэтому, когда Надя прореагировала на то, как они пытались толкнуть вать, и когда они сказали, что не говори на своей чурбанной мове, Надежда наша звезда, я там считаю. Вот она настолько сильная. Поэтому многие говорят, есть ли у нас мужчины. И я думаю, есть надежда, что все-таки обмен будет с Надеждой. Спасибо, спасибо. Я сейчас хотел бы сказать все-таки вот о чем. Скептики часто говорят сейчас, что Путин приехал в Минск в основном для того, чтобы потом по российским государственным телеканалам основным показали, какой он крутой, как он всего добился, как к нему на коленях, на поклон приползли президенты западных держав. Российские пропагандисты умеют это делать. Они действительно могут сделать так, что вся история про Минск будет выглядеть совершенно иначе. Вот мне бы сейчас хотелось подключить Москву, где в студии находится наш сегодняшний гость Михаил Касьянов. Михаил Касьянов, напомню, в прошлом премьер-министр России, а сейчас лидер оппозиционной политической партии Парнас, партии народного согласия. Михаил Касьянов, скажите, пожалуйста, вопрос, который многих очень волнует. Очень нам многих волнует вопрос. Все-таки, есть ли ресурс у Путина продолжать свою политику в отношении Украины? Потому что одни говорят, у него еще много денег, сил, средств, военной техники, вооружения, солдат и офицеров, которые он может продолжать бросать в топку войны на востоке Украины. Особенно в случае, если минские договоренности не сработают и вся эта ситуация продолжится. Другие говорят, что экономический кризис настолько серьезен, что санкции, которые введены против России и Западом, так сильно работают, что у Путина этот ресурс исчезает, и он вынужден идти на те договоренности, которые он не подписал, но провозгласил себя гарантом. Пожалуйста, Михаил, Ваша точка зрения. В том режиме, как сегодня агрессия организована со стороны российских властей, еще ресурс у властей есть, деньги еще есть. И кажется, Вы правильно сказали, что пропагандистская машина в Российской Федерации сегодня представляет, что Путин полностью выиграл. Это то, что он требуется. Я напомню, что вся война с Украиной, это тоже главная мотивация, это мобилизационный дух в Российской Федерации, сплочение вокруг как бы лидера. Поэтому диктатору нужны победы, быстрые победы. И вот эти минские договоренности, конечно, сегодня преподносятся как победа. Кризис развивается, и, конечно, об этом не может не думать Путин. И, безусловно, его команда считает, конечно, необходимым, в том числе, быстренько добиться таких договоренностей, которые бы могли быть представлены как победа. Победа, и сегодня это делается, победа над той логикой, которую исповедует Запад, а именно то, что Путин сторона конфликта, и российская власть сторона конфликта. Это так, мы тоже так считаем, но пропагандистская машина, безусловно, работает в другую сторону. Я думаю, что минские соглашения вчерашнего дня, первая их часть, конечно, это большой позитив. То, что, надеюсь, прекратятся военные столкновения, прекратятся, и не будут гибнуть люди. Но, сомневаясь, что этот мир будет долгосрочным, в связи с тем, что вторая часть политическая прописана очень зыбко и трактуется очень легко в пользу Путина. Что он выиграл все. Украинская сторона как бы сдала все те политические аспекты, которые еще вчера были незыблемы. Я считаю, что, безусловно, эта вторая часть слабая, поскольку во главу угла поставлена конституционная реформа. А главная вещь, такая как контроль над границей, государственной границей, передача контроля властям Украины, поставлена как, извините за выражение, как морковка в конце тоннеля. Значит, сначала должны сделать это, 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 фактически легализовать бандитствующие формирования, впустить их во власть, а потом уже получить контроль над границей. Абсолютно не так. Путин объявил о том, что граница является источником поддержки этих формирований или даже, я сказал бы, источником их существования. Надеюсь, что трактовка властями Украины этого соглашения второй части будет иной и удастся удержать мир и начать исполнение тех заговоренностей, так как это понимает народ Украины. Вот здесь присутствует депутат Верховной Рады Украины, Ирина Луценко, от блока Петра Порошенко. Она, как услышала ваш комментарий последний, сказала, нет, нет, я категорически с этим не согласна. Ирина, что вы можете сказать? Ну, я чую тут постичь, но переважаю чуть-чуть. А можно по-русски, извините, чтобы Михаил вас понимал? Я слышу, Михаил говорит и настаивает на этом, что это победа, это так преподносится российскими ЗМИ, категорически неправда. В чем победа Путина или в чем победа Порошенко? На сегодняшний день мы получили дипломатический такой консенсус. Дипломатия – это искусство достигать возможного при невозможных составляющих и начальных точках. Победил ли Путин? Нет. Мы вернулись к выполнению Минских соглашений, которые были подписаны 5 и 19 сентября. Президент Порошенко не на йоту, не отступил от тех пунктов, которые были прописаны и застолблены в сентябре 2014 года. Решил ли Путин вопрос федерализации? Нет. Решил ли Путин вопрос автономии? Нет. Нет. Признаны ли ЛНР и ДЛНР как отдельные народные республики? Нет. Работаем ли мы в законодательстве и в законодательном поле Украины? И будут ли решаться изменения в Конституцию и проходить выборы в рамках государства Украины и законодательного поля Украины? Да. Прекращена ли бомбардировка и обстрелы? Да, с 15 числа. Будет ли отведено вооружение? Да. Мы отведем от точки, на которой мы сейчас находимся, но ДНР и ЛНР отведут от точки, которая была имплементирована и застолблена в сентябре. Давайте послушаем, что на это скажет наш гость. Просто чтобы... А то время моста закончится и получится, что разговор оборвется. Я полностью поддерживаю... Евгений, я полностью поддерживаю эту трактовку. Я рад, что так трактуется Верховной Раде и властями так трактуются эти договоренности. Если они будут исполняться в таком духе, то это совершенно нормально. Я просто читаю и говорю о том, что победа Путина это не я так считаю. Так считает российская пропагандистская машина. Я считаю, что слова или логика, изложенная, является зыбкой. Но если власти и Верховная Рада так читают и интерпретируют это соглашение, я рад и поддерживаю это. Конечно, я не хочу видеть то, что это соглашение давит или принуждает украинские власти де-факто утратить некую или часть своего суверенитета и под давлением этого соглашения извне изменить свою конституцию. Михаил, но извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Вот какой у меня вопрос возникает. Но все-таки ведь есть давление и на Россию, есть давление Запада, есть давление в виде экономических санкций. Кстати, хочу напомнить, что сегодня было заявлено, что с 16 числа вводятся санкции, которые приняты в ответ на обстрелы Мариуполя. Вот эти санкции все-таки, они работают, они эффективны или они недостаточны? Михаил. Эти санкции работают, это секторальные санкции, это санкции не против народа, это санкции против инструментов, находящихся в руках нынешнего режима, а именно Владимира Путина. Эти санкции работают. Безусловно, государственные корпорации, которые получили ограничения и фактически лишились доступа на финансовые рынки, они влияют очень сильно на общую ситуацию. Эти санкции влияют на общую ситуацию в стране. В этом году будет экономический спад, о котором мы предупреждали еще год назад, теперь мы к нему пришли, события на Украине очень сильно это ускорили. Поэтому давление на режим со стороны Запада, конечно, оно есть. Вопрос в другом, чтобы эти договоренности, которые мы обсуждаем, вчерашние Минские, не интерпретировались в Европе как смягчение санкций. Надеюсь, что этого не произойдет. Михаил, а скажите, пожалуйста, а все-таки можно ли доверять Путину? Нет. Или нет? Ключевой вопрос о доверии. Однозначно нет. Однозначно нет. У нас есть еще нет. Никакого доверия нет. Я думаю, что не только со стороны украинских властей. Я уже уверен, что со стороны западных стран этого доверия нет, и оно никогда не будет восстановлено. Не будет доверия к путинскому режиму и к нему лично уже никогда. Поэтому мы, к сожалению, в России уже обречены на вот эту ситуацию экономического спада до тех пор, пока этот режим будет существовать. Михаил, а мне кажется, что должны получить сигнал в России как-то о том, что если 15-го это не прекратится, то и санкции увеличатся, и Украина все-таки будет получать оружие, которое сможет поддержать ее в отстаивании своей независимости. Мне кажется, вот даже участие двух президентов других стран европейских для очень многих станет, ну, как бы той последней точкой, с которой пытались бы договариваться. Простите, это был последний вопрос, с вашего позволения. Я не буду. Михаил, это задавало вопрос депутата фракции Баткевщины Александра Кужель. Ответьте, пожалуйста, коротко, а то я боюсь, что в любой момент связь может пропасть. Пожалуйста. Да, уважаемый Александр, я разделяю ваш оптимизм, хочу, чтобы этот оптимизм стал реальностью, но есть какие-то некоторые сомнения. Как бы ни получилось расколы трансатлантического единства, как бы этот раскол не состоялся, безусловно, я за то, чтобы Украина, народ Украины, ее власти избранные, могли защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Поэтому, безусловно, внимание всех западных стран цивилизованного мира и оппозиция внутри страны будет приковано к тому, как исполняться будут эти соглашения. Мы поддерживаем украинские власти и мы протестуем против агрессии Путина в отношении Украины. И 1 марта у нас будет марш, как раз антивоенный марш, поддержку Украины в том числе. Спасибо, Михаил. Это был Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр России, а ныне один из лидеров оппозиции. Спасибо большое. Возвращаемся в студию. Можно после драки немножко кулаками помахать. Мне кажется, Михаил задал главную какую-то тему нам для обсуждения. Это о том, что получил все-таки Путин. Мне кажется, важно поговорить о том, какие обводные камни заложены в этих договорах. У нас в стране, что не происходит, у нас виноват Путин. Реформ нету, ничего нет. Нет, подождите, это не отрицательство. Пожалуйста, зачем нужно было собираться, если тема децентрализации была как предвыборное обещание президента Порошенко, была как предвыборное обещание большинства политических сил. Зачем тему децентрализации, мы сейчас так говорим о ней, как о такой сложной, что ее должны были подписывать в присутствии четырех президентов. Если многие, одну секундочку, если многие положения из этого мирного договора, о них мои коллеги из оппозиционного блока говорили очень-очень давно. Их обвиняли, их обвиняли, патриотов Украины, обвиняли в том, что они злочинцы. Нет, Александр, он, врочем, мы не можем передать, если надо. И теперь у нас есть возможность объединиться. У меня, пожалуйста, только одно просьба, одно замечание по регламенту, по порядку ведения собрания. Пожалуйста, давайте не будем переходить на непарламентские выражения, заранее прождать. На непарламентские выражения, не доводить дело до драки, до кровопролития. пролетие и не переходить на личности по принципу, сам дурак. И вообще что-то делал в 2017 году. Давайте вывести содержание. Как же рейтинг? Вы знаете, а потом ко мне, когда мы приглашаем уважаемых гостей, внимание, минуточку, это всех, кто нас смотрит, касается, что называется, послушайте меня, потом перескажите товарищу. А у вас здесь в студии собачьи бои. Вот я не хочу доводить до того, чтобы уважаемые политики и общественные деятели, журналисты отказывались приходить в эту студию. В данном случае провокатор выступил представитель оппозиционного блока и пытался уйти от важной темы российской агрессии в дурацкую тему выяснения отношений. Кто из... Отдайте микрофон, пожалуйста. Марина Стогничук, пожалуйста. Я думаю, что то, что был изменен формат переговоров, не на уровне Украина как государства и так называемый ДНР и ЛНР, а он был серьезно укреплен, это серьезное понимание Европы, что предыдущий формат, Минск один, не работает. И реально эти переговоры показали очень важную вещь, что европейцы серьезно были обеспокоены. Меркель сказала, что она действительно не может уже смотреть, сколько людей гибнет в Украине и каждый ответственный политик в любой стране на это не может смотреть. С другой стороны, абсолютно понятно, что формат надо было усиливать, и Европа его усилила. Состоялось принуждение к миру. Пока что. Эти переговоры действительно очень архи-сложные. И так примитивно, мне кажется, ставить вопрос, что получил Путин, что получил Порошенко, наверное, навряд ли, в общем-то, возможно. Сам факт пребывания Путина и то, что он присоединился к декларации вместе со всеми президентами свидетельствует о том, что он лично несет ответственность за ту договоренность, которую вчера мы все наблюдали. И для него, как президента России, это тоже должно быть важно. Хотя мы все тут понимаем, что слово он не держит. Но сейчас... Мари, можно я распределить? Он слово дал не нам, он слово дал не нам. Марина, можно один момент. Секунду, подождите, пожалуйста, дайте я закончу с Марины. Поскольку уж вы взяли микрофон, у меня вопрос к вам как к специалисту по конституционному праву. А вот как вам представляется именно с позиции ваших профессиональных знаний положение этого договора, этой договоренности, этого документа, назовите как хотите, относительно обязательств поменять Конституцию Украины? На самом деле во всех положениях этот договор или конкретный план для Украины действительно неоднозначен, очень сложный по выполнению. И для того, чтобы действовать дальше, на следующих этапах нужна действительно консолидация сейчас и политикума, и общества, и власть в первую очередь вообще-то должна понять, что врагов в этой стране нет. мы все одинаково любим и переживаем за страну. Это я не случайно сказала, потому что я хочу говорить о конституционном процессе и о выборах. Я думаю, мы к этой теме будем возвращаться. Но на самом деле Украина уже много упустила, у нас уже было две сессии предыдущего парламента и две сессии этого парламента, где реально на основе наработанных раньше предложений Конституции Украины. А вы помните, летом президент Порошенко взял предложение Конституционной Ассамблеи, существенным образом их дополнили позитивно или отрицательно внесли в парламент. Парламент не поддержал по двум причинам. Не было инклюзивной процедуры, не было обсуждения, не было привлечения всего политикума к этому вопросу. Ну и целый ряд положений потом, как оказалось, новых введены были, раскритиковала Венецианская комиссия. Вместе с тем наработки были и мы уже могли говорить о реально серьезной на уровне Конституции Украины реформы местного самоуправления и реформы децентрализации власти. Ну, пора подраться, я думаю. Нет, подождите, подождите, подождите. Я совершенно... Я, например, драться ни с кем не собираюсь, и я юрист, и хочу говорить фактами. Поэтому, мне кажется, что то, что вот сейчас власть догоняла и принят неплохой закон, кстати, тоже наработанный ранее о засадах государственной региональной политики, право на добровольное объединение громад, межмуниципальное спорвознание, это все те вещи, которые уже могут служить определенными этапами реформи. Но Россия сегодня, дающи вопрос конституционного процесса, дающи вопрос децентрализации, навязывает Украине очень сложный, непростый и, можно сказать, неконституционный алгоритм. Потому что они хотят исключительно особенного статуса для окременных районов в Донецке и Луганске области. Понятно. Простите, пожалуйста, я вот депутат здесь присутствующих хочу спросить. Вот предложим, Ирину Лусак, вы можете сказать, а как на практике будет? Что ждать от конституционной реформы? Она будет? Как она будет? Это реформа предусмотрена, то, что сказала Мария Стамничук. Уже давно планы эти есть. Мы не только говорим о децентрализации, мы уже принимаем конституцию, одна сессия должна прорезутовать, другая сессия должна. Конечно, это будет очень длинный процесс, длительный процесс, а еще можно было, да, но процесс это длительный. Выборы должны уже при новой конституции пройти, если я не ошибаюсь? Нет, с новым законом. Сначала нужно принять новый закон, но не с новой конституцией. Но в любом случае сначала о выборах, да? Я считаю, что небольшая подмена понятий. В Украине якобы по этому протоколу навязана конституционная реформа и навязана децентрализация. При том, что все политические силы, которые представлены в парламенте, говорят о конституционной реформе и децентрализации. Децентрализация и децентрализация. Два человека у нас не рады говорить. Два слова Андрея Ильенко. Мы трошки відчисли от той темы, с которой мы начали передачу. И вот тут прозвучала фраза, что Путіна выявляется там винудили до мира. Но это напевно приблизно так, как Гитлера в 1938-м роце в Мюнхене винудили до мира. И десь приблизно так само. Но насправді про что мы говорим? Мы говорим домовились с Путином, они будут выполнять. При этом все погоджуются, что Путин не может верить никакого слова. Про что мы говорим? Мы говорим про какие-то вещи, которые абсолютно не стикуются. Мы приняли закон объединение громад, и теперь напевно российские войска на Донбассе развернутся, скажут, ну да, вы приняли закон объединение громад, война уже не имеет цену. Это же абсурд. Мы прекрасно понимаем, что это вся война, это не внутренний конфликт в Украине, это внешняя агрессия России по отношению к Украине. Мета Путина втягнуть нас в свою оцю отзвученную реальность, в которой в Украине иде громадянская война, а Россия только гум-конвои привозит и помогает мирным мешканцам. Вот это его мета, и в том числе частично с этими домовленностями он эту мету имплементует, скажем так. Потому что вместо того, чтобы сразу признать эти районы, которые сейчас не контролируются Украиной, окупованную территорию, пошли на эти домовленности, теперь они звучат отдельные районы Донецкой и Луганской области, теперь идет мова про то, что там какие-то выборы может быть, какие-то выборы там может отбаваться, кто как? Про какую амнистию может идти мова? Амнистия тех, кто стрелял пожилым поддалом? Да не одна Украинская партия, может, кроме оппозиционного блока, который не есть Украинской партией, 5-я колонна Кремля, ни одна партия там не будет. Наступное питание, то, что мы говорим про припинение в огне и так далее и тому подобное. Но мы же видели уже в одни в Минске домовленности были. Там тоже трошки меньше было 4 месяца. Но что произошла Украина за 4 месяца? Проводила выборы и договорилась про коалицию вместо того, чтобы увеличивать свою обороноздательность. А Россия там в тот час наращивала свое группование, разогнала Махновщину, створила там чуткие военноизованные структури и так далее. То есть мы сейчас должны понимать ситуацию. Мы сейчас даже Порошенко про это сказали, что до мира ничего не идти. Треба четко понимаете, что сегодня все силы Украины должны быть кинуты на посиление нашей обороноздательности. Все силы должны быть созданы для того, чтобы посиловать международную блокаду России. Но главное, Путин пытается втягнуть нас в свою реальность. Помните, вопрос о Крым вообще там уже не стоит. Понимаете, какая ситуация? И поэтому сегодня нам не можно идти на то, чтобы мыслить его категорию. Надо мыслить своими. Передайте микрофон Иваня. Вы обещал, вы обещал снова. А я Иван не обещал. все говорите много правильных вещей, но есть один момент. Эти договоренности это очень промежуточный момент. Путин будет... Нет, это даже не первый. Это один из моментов. У нас есть большая проблема. Мы с россиянами по-разному читаем договоренности. Точно так же, как они делали во всех многих конфликтах. дальше будут новые договоренности, в которых будут прописываться новые вещи. Абсолютно или приемлемые, или неприемлемые. И то, что нужно Путину, вот он добивается тем, что происходит здесь. Мы все по-разному это трактуем, даже мы сами. Мы не готовимся к тому, что будет следующим шагом. Мы не хотим поверить в то, что... Дискуссия быть не должно. Нет, дискуссия должна быть, но дискуссия должна быть о том, чем дольше мы будем разговаривать об этих вещах, тем быстрее Путин расскажет о том, что мы не приняли какие-то законы нужные. Мы не сделали какие-то вещи. Бачок Рчелава это пресс-секретарь Грузовского посольства. Пожалуйста, Иван Голубий, я бы только хотела среаговать за пана Андрея. Поревняймо нашу спроможность нашей армии все-таки, скажем, на серпень месяц и на зараз. В любом случае нам вдалося много чего достигти. И это означает, что если нам вдастся таки с 15 лютого, если у нас будет прекратить огонь, то это означает, что каждый день этого прекратить огонь мы должны использовать именно для того, чтобы разместить армию. Это не означает, что мы должны отменить от наполяганий, от надения оружия нашими партнерами из Захода, оборонной оружии. Это означает, что мы терминово в больших к количествах должны дальше тренировать своих военных. Это означает, что мы мусим реформу в Збройных Силах и использовать этот час для реформ тут в середине. И тогда наши переговорные позиции будут сильнее. И это означает, что есть возможность иначе вести дальше эти промежные кроки, которые нам доведутся в разговоре. Я прошу прощения, Иванна, продолжите в следующей части нашей программы. Извините, сейчас реклама. АПЛОДИСМЕНТЫ Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал Интер. В эфире очередной выпуск программы «Чёрное зеркало». Это наше главное пятничное политическое ток-шоу, которое готовит редакция подробностей в студии Евгений Киселёв, ведущий этой программы. Мне помогает Алексей Лихман. Здесь у нас политики, политологи, журналисты, кого только нет. Кое-кто ушёл, вот, например, покинул нас Павел Шеремет, зато приехал к нам Валерий Калныш, покинул нас Дмитрий Куляба из МИДа, но мы ждём включения заместителя главы администрации президента Валерия Чалова. Кстати, он не появился ещё на связи там с Банковой должен был включиться в наш эфир, господа режиссёры. Ещё нет, понятно. Я хотел бы вот... А? А вы дозволите закинчить то, что вы мне с того месяца дозволили? Ну, конечно же, конечно же, Иван. Я хотела просто сказать наступную речь. Для нас ци домовленостей, яких было досягнуто зараз в Минску, важливі ещё тим, что нарешті Путін був змушенý сісти за один стіл перемовин 17... Это уже была, напевно, его тактика, что эти перемовины были настолько сложными, что они продолжали так несколько годин. Но это означает, что он перед канцлером Меркель, перед президентом Оландом, перед президентом Порошенко був змушенý взяти на себе певні зубовязані. Это нам даёт возможность, если он не выполняет эти договоренности, а мы все сумніваемся, безумовно, выходячи из с ним спілкувания и поведенки РФ, это будет давать возможность и аргументы додатковые нашим західним партнерам наполягать на жестком посилене санкций. Я переконана, что это открывает додатковые механизмы санкций, которые были приняты ранее, они действуют независимо от этих перемовин с 16 лютого. Но одновременно мы слышали сегодня от пані Могерині про то, что Союз уже начали работать и разработать конкретные механизмы других санкций. Поэтому недоверие до Путяна на жаль уже глибоко сидит как в наших головах, так и в принятти наших закордонных партнеров. И это просто дает додатковые механизмы тиска сзовне. Да, я с вами совершенно поглажен в том смысле, что знаете, я за последние двое суток прочитал такое количество различных комментариев, оценок, статей, что просто боюсь ошибиться, кому принадлежат слова, которые я хочу процитировать, но кто-то написал очень важную вещь, что есть две вещи, которые нельзя включить ни в один договор, ни в одно соглашение, а именно, во-первых, нельзя записать ни в один договор, ни в одно соглашение, ни в один протокол, что стороны забывают все предыдущие разногласия, и с завтрашнего дня опять начинают дружить и доверять друг другу. И, к сожалению, нельзя ни в один документ такого рода записать, что народы забывают все обиды и опять начинают жить в мире дружбе и согласии. Вот, к сожалению, ни один минский протокол эту проблему разрешить, увы, не сможет. Позвольте мне на секундочку отвлечься от главной темы, сказать, что сегодня, по сути дела, у нас одна единственная главная тема в разных ее аспектах минские договоренности, и как их выполнять, и какие могут быть препятствия на пути их выполнения, и как это повлияет на международную политику, на внутреннюю политику, и здесь об этом говорят и политики, и эксперты, и журналисты. Вот один из журналистов, присутствующих здесь, Соня Кошкина, пришла к нам в студию с книгой. Я вижу, что ей очень хочется рассказать, что это за книга. На обложке написано «Майдан». Эта книга будет официально появится в продаже на следующей неделе. Она официально появится в продаже с 20 февраля по всей Украине. 20 февраля это дата трагических событий на Майдане, дата событий, которые навсегда изменили нашу страну, событий, с которых началось все то, что происходило далее, на протяжении последнего года, и непосредственно она будет презентована на территории всей страны. Год назад, когда закончились события на Майдане, началась крымская история, начались события на востоке Украины. Я задалась целью восстановить все, что происходило на Майдане в мельчайших подробностях, особенно в кулуарах власти во время Майдана. Потому что все мы, здесь присутствующие, и все люди в Украине были и в мире, были свидетелями того, что происходило непосредственно на Майдане, и как события на Майдане повлияли на исход революции достоинства. Но мы не знали до сих пор, до момента выхода этой книги, что же происходило в кулуарах власти. Кому какие приказы отдавал Янукович, как на это реагировали его подчиненные, как вели себя олигархи. Собственно, это та работа, которую должны были провести следственные органы, но которые на сегодняшний день официально до сих пор не представили результата в той работе, которую они частично проделали. Мы до сих пор не знали ответов на вопросы о том, кто давал команду убивать людей, кто конкретно эти команды выполнял, когда были и с кем были выданы боевые патроны и какие команды получали снайперы. А в книге все ответы есть или только версии? Нет, есть все конкретные ответы на эти вопросы. Я приведу только один очень красноречивый пример. Нам сейчас всем известно понятие гуманитарного груза, который приезжает из Украины в Россию. Так вот, первый гуманитарный из России в Украину, я прошу прощения. Так вот, первый гуманитарный груз Украина получила 22 января. 22 января из России в Украину было доставлено 6 тысяч гранат, которые МВД приняло на вооружение и которые в дальнейшем были использованы против Майдана. Это были российские гранаты, которые были в Украине оформлены как гуманитарный груз. И, кстати, этот момент принятия на вооружение этих гранат на заседание 22 января, когда был День Соборности Украины, когда произошли первые три смерти, мы говорим о Жизневском и Нигаяне, но забываем о том, что был в тот день и ранен смертельно. Еще один активист Сенек, он умер в больнице 25-го, но до сих пор неизвестно было о том, что все трое были застрелены с близкого расстояния, с 3-4 метров. Тогда как... Простите, а у меня возникает вопрос, я вот что-то не могу припомнить. Жертв прицельной стрельбы снайперов мы помним все, а вот были ли жертвы от взрывов пехот и гранат? От гранат конкретно были, да, были жертвы, более того, 85 человек получили роднение только в период противостояния с 18-го до 19-го. Это без учета тех, кто пострадал 20-го числа. Сен, ты убил вас, а если я правильно понял, мы успели переброситься несколькими фразами в перерыве, точка отчета, вы рассказываете, с чего все началось, да? Началось все с того, что близкий круг Виктора Януковича понял, что мы действительно не идем в Европу, потому что я напомню, что когда Николай Азаров А где это было и когда? Сейчас скажу, когда Николай Азаров делал свое заявление, очень многие думали, что это блеф, это торги перед Вильнюсским саммитом. Однако, за день до Вильнюсского саммита 27-го числа ноября месяца в Киеве Игорь Сурки спраздновал свой минувший накануне юбилей и собрал близкий круг, на котором на праздновании присутствовал в том числе Виктор Янукович. И Виктор Янукович сообщил гостям празднования, среди которых были Дмитрий Фирташ, был Игорь Коломойский, был Вагиф Алиев, были братья Суркис и были другие люди. Он сообщил близкому кругу о том, что мы действительно не идем в Европу и что Николай Азаров не блефует. И для близкого круга по свидетельствам тех людей, которые присутствовали там и которые рассказали об этом для книги, это было шоком. Они не ожидали этого. И заканчивается все детальнейшая реконструкция побега Виктора Януковича. Детальнейшая реконструкция я имею ввиду от момента, когда он подписал соглашение мирное в администрации президента и до момента, когда он бежал к словам... Соня, перебиваю вас, а опять-таки ваша версия, ваша версия, почему он убежал? Он бежал, потому что он испугался. Он не планировал бежать до момента, когда из Донецкого аэропорта 22 числа в субботу ему в обед не дали вылет на Москву. Если бы он вылетел тогда в Москву, он бы вернулся Соня, бежал сам или с помощью? Он сбежал с помощью россиян уже через сутки. Он, Андрей Клюев и несколько человек охраны бежали посредством десантного катера. Они оказались... В Украине помощников не было? В Украине помощников как таковых не было, но было не сопротивление со стороны спецслужб, которые фактически на тот момент, несмотря на то, что начальство в Киеве уже сменилось, служили прежним хозяевам. То есть, когда Аваков и Наливайченко вы вылетели в Крым попытаться его каким-то образом не то, что задержать, потому что оснований задерживать его не было, но замедлить отход, спецслужбы сообщали ему обеспечивая. а на сегодняшний день все ли герои твоей книги, которые заслуживают того, находятся под следствием или в розыске? Часть из них в розыске, часть из этих людей официально затребована Генеральная прокуратура, но Генеральная прокуратура на сегодня не делает ничего для того, во всяком случае, нет увидимых эффективных действий для того, чтобы этих людей разыскать. Безусловно. Я приведу прям мой пример. В июне месяце у меня было интервью, я встречалась для интервью для этой книги с Александром Януковичем. Мы достаточно быстро и просто договорились об интервью. Генеральная прокуратура сегодня говорит, что хочет пообщаться с ним в Москве, в Москве, совершенно без всяких проблем. Если бы Генеральная прокуратура хотела, я думаю, что она бы сделала то же самое, она не предприняла для этого ничего, что говорит, как я думаю, о отсутствии политической воли, наказания виновных за преступление Майдана. Это принципиальнейший момент. То есть вы думаете, что Генеральная прокуратура смогла бы в Москве допросить Януковича младшего? Во всяком случае, нет. Во всяком случае, она могла бы предпринимать более эффективные действия для расследования. Я, Евгения, приведу очень простой факт. 20 числа, за несколько часов на Майдане погибло 53 человека. Смерти 9 из них до сих пор не расследованы. Не расследованы в каком смысле? Не выявлены обстоятельства их смерти. Почти наверняка точно известно, что эти люди погибли от пуль снайпера. Но следствие до сих пор... Кто были эти снайперы? Снайперы сели на позиции еще 14 числа. Кто они были? Это были сводные отряды силовиков. Это не была какая-то одна спецгруппа. Но большая часть протестующих 20 числа погибла от Беркута, от рук Беркута, который стрелял из автоматов Калашникова, которые они накануне получили с распечатанных складов МВД на Святошино. 18 числа, когда было принято окончательное решение утопить Майдан в крови, были распечатаны склады МВД на Святошино. И министр Авака в интервью для этой книги, я хочу сказать, что для этой книги специально были записаны многочисленные интервью с представителями одной стороны на тот период времени и другой стороны. С одной стороны баррикад, и с другой стороны баррикад. Подтвердил фактически эту информацию, что действительно такой факт был. Но поскольку после бегства министра Захарченко многочисленные документы в МВД, также после бегства Якименко из СБУ и после бегства господина Пшенки из Генеральной прокуратуры были уничтожены, то сегодня фактово доказать это нельзя. Простите, можно еще вопрос? А получили ли в ходе вашего расследования подтверждение слухи, циркулирующие тогда во время непосредственно событий трагических на Майдане о том, что стреляли в том числе и офицеры российских спецслужб не стреляли была стрельба из консерватории с самого начала и все неофициально признают, что скорее всего она велась кем-то неопознанным до сих пор неопознанным со стороны Майдана. Все разговоры... Из Куба кабинета министров тоже. Там были снайперы, там были снайперы, но с той стороны больше всего стреляли все-таки беркутовцы, которые прикрывали отход ВВ, которые были заблокированы в Октябрьском дворце. Я повторяю, что погибло в то утро 53 человека, большинство из них от рук Беркута, остальные от рук снайпера, но до конца следствие до сих пор это не может официально заявить, хотя это уже вполне очевидно. Сонечка, ты перескажешь всю книгу, она еще даже в городе не поступила. Нет, это к сожалению. Не делаешь там себе медвежью услугу. Соня, я прошу прощения, но иначе мы раскроем все интригу. Я еще раз напоминаю, книга Софьи Кошкиной Майдан, не рассказанная история выходит на следующей неделе. 20 числа она будет в продаже. 20 числа в продаже по всей Украине. Сегодня, да, сегодня вышла из типографии один из первых экземпляров, который, Евгений, я бы хотела вручить вам. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, а... Спасибо. Будем все читать и вырывать друг у друга. Пока у меня... Я счастливый, у меня первый экземпляр. Сообщение, которое мне сейчас коллеги передали СМС, представитель Госдепа Дженнифер Саки. Господа, кстати, обратите внимание, как правильно произносится ее фамилия. Она не Псаки. Это... Фамилия звучит Саки, да? Так вот, Анаска заявила, что Соединенные Штаты имеют подтвержденную информацию о пересечении украинской границы со стороны Российской Федерации. Идут танки, ракетные системы в течение последних нескольких дней. Так, существенная информация. Я, кстати, напомню о том, что многие влиятельные американские политики, политологи, эксперты все громче и громче говорят о том, что для поддержки Украины сейчас очень важно, чтобы Запад максимально раскрывал, рассекречивал и публиковал конкретную информацию, подтверждающую факты нарушений границы. Ихай оружие дают уже нарешті. Потому что это вопрос номер один сегодня. Я хочу напомню, что и США в том числе грантами сгідно Будапештского меморандума, про который все меньше вспоминал, а это очень плохое. Потому что основной документ, который мы можем ополювать к международной спланице, это Будапештский меморандум. В том, что Украина на мой взгляд абсолютно безглуздо отмолилась от ядерной оружии, вместо этих гарантий. И эти гарантии основным нашим козырем и аргументом нам допомагать не только морально, дипломатично, мы очень благодарны за это, но и нам уже помогать оружием. Потому что нам сегодня нужна оружия, чтобы защитить свой суверенитет, свою территориальную целесность, и в том числе защитить ту же самую Европу, которая прекрасно должна усвідомляться. За Украину будут следующие страны. И Путин очень хорошо помнит, что еще четверть столетия тому Радянская армия стояла в Берлине. И напевно его амбиции и геополитичные хвори, они тоже простегаются очень далеко. На крылок жак. Кстати, обращу ваше внимание, один из таких людей, который поддерживает Украину в соседней России, в прошлом один из лидеров Союза правых сил Леонид Гозман опубликовал такой очень темпераментный, я бы сказал, эмоциональный блок в интернете Америка, помоги нам спасти своих сыновей. Вооружи Украину, направь оружие в Украину, потому что это то, что остановит войну и спасет жизни русских парней. Вроме этого мы должны еще продолжать делать то, что мы приняли в парламенте, мы приняли постановление обращения о том, чтобы прокуратура готовила обращение и все материалы передавала в Гаакский суд. Мы считаем, что Путина и те, кто с ним организовал эту войну, должны судить в Гаакском трибунале. Это наше абсолютное мнение. И это надо продолжать делать, кроме того, что братья оружие. Я хочу дополнить моих коллег и акцентовать еще раз увагу, что я говорила на начале. Путина не удалось разделить Порошенко и СССР. И даже как Меркель, Оланд и Порошенко, поддерживаясь выполнение, чтобы четко понимать, как звучит этот документ, это выполнение Минских договоров, которые были достигнуты 19 и 5 вересня 2014 года. Что это означает? Европейцы вместе с Порошенко находятся в одном трикутнике против Путяна. Пардон. Надвичайно важливо, что эти санкции, которые были введены против России, должны сохраниться. Поэтому этот документ и называется выполнение Минских договоров, именно 2014 года. Если эти санкции будут остаться и позволят поддерживать этих Минских договоров, то они могут только расшириться. Не просто так Порошенко поехал на следующий день после Минских остальных договоров, в Европу. Это, до речи, надзвичайный случай, когда будет запрошен президент, который не входит в Европейский Союз. И необычайно важно, что американцы заявили, что мы будем поставить эту оружие, про это заявил сам Обама, и про то, что эти санкции будут расширены. Санкции не увеличиваются. Тут говорили о Крым, что Крым не вспоминался в этих договоров. Но в европейских сказано, что Россия должна отступить как территорию Украины. Хотелось бы своих санкций немножко, честно. Мы приняли в сентябре закон, дающий возможность ввести украинские санкции. Путин на этих остальных Ниндзих не ни одного санкции. Ни никто не поспешает с реализацией ратификации Римского статута, чтобы мы полностью могли задеять Институт Международного Криминального Суду. Поэтому это еще одно задание для Конституционной реформы. Реально это можно было уже сделать параллельно с вопросом подачи Конституционного Суду вопросов, связанных с депутатской недоторганностью. Валерий Калович, следующее, пожалуйста. Можно вы сидите и молчите? Ваше веское слово скажите, что вы думаете по обсуждаем вопросу? Упоминают 5 сентября 19 сентября. Риторический вопрос, не надо на него отвечать. Помнят ли народные депутаты, что они делали 16 сентября? Я вам скажу, что вы делали 16 сентября. Вы проголосовали закон об особом статусе отдельных районов. Крым свободы. Я голосовала лично. Единая фракция, кажутого голоса не дала. Я не голосовала. Поэтому я не прошу у присутствующих здесь. Но тем не менее, закон был принят Верховной Радой, закон был подписан президентом и вступил в силу 16 октября. Один в один пункты, которые присутствуют в этом законе, присутствуют в тексте Минска-2. У меня возникает некий вопрос. Неужели для того, чтобы реализовать принятые Верховной Радой, подписанные главой государства закон, надо было дожидаться Минска-2, надо было дожидаться Дебальцева. Что произошло и где гарантия того, что хотя бы мы, про Путина уже здесь мы все выяснили. Почему мы не реализовываем этот закон и эти нормы, которые мы же приняли. Там прописаны выборы, там было прописано. Извините. Нет, там в начале прописано перемирие. Минск-2 внес по браке. Когда украинские ребята молчали, гибли, не отвечали. Это вы принимали этот закон, не я его принимал. Нет, мы не про закон говорим. Мы говорим, как можно выполнять закон на территории, которая не выполнила перемирие. Когда наши ребята не стреляли, гибли, а с той стороны не было ни одного дня. Какие были сделаны подготовки к выборам? Будьте проведены после того, как было полностью прекращено с обеих сторон огонь, после того, как были отведены войска, тяжкие войска от той линей разрешения, которая на тот момент была подтверждена в Минских договорах, за ручники выпущен они выполнены выполнены договоры. В любом разе, навіть в тих протоколах, которые написаны, которые утверждены на Минску-2, субъектом всех этих процессов є украинская влада и украинские институции. Конституционная реформа неможлива иначе, как решение украинских депутатов. Закон про местные выборы, в том числе и в особенных районах, так званых, тоже мают ухвалюваться решением украинских депутатов. Если украинские депутаты сами не творят проблемы, то никто их не сможет это сделать. Но не забывайте, что есть периодичность выполнения Минских угод. Не просто так записано. Пункт первый, прекратить обстрел в огонь. Другой, отвезти тяжелее оружие. Третий, всех заручников, всех на четвертий пункт, пятий пункт, шостий. Не просто ж так. Хучма, про которого я в контексті сказала, можу тільки зняти шляпу перед людиною, яка твердо стоїть на всіх цих пунктах і відстоює їх. Не просто ж так ця черговість прописувалася. Тільки після того, як буде виконана перша, друга, третя, четверта, а ми говоримо вже про ці вибори як дев'ята, десятий пункт, щоб не вбирали люди, як мирне населення, так і наші військові. Давайте черговість закінання цих пунктів. Тільки щоб единственное, я боюсь, щоб не получилось односторонне. Тому що для мене, можете мене осуждать, але я не голосувала за мобилизацию, тільки потому, що я не можу, коли отправляють ребят, і не позволяють їм воювати. Т.е. я б хотела, щоб було совершенно тогда чесно. Якщо війна, значить війна. Але коли ребята не можуть відповідати і дозволи стати просто ширмой, мясом, я понимаю выдержку президента, я понимаю, скільки він делает, щоб був мир, і ми все стараємо помочь. Але в конечному відповіді він сказав, що настроє президента после минських договоренностей явно изменилось. мені вже не настроє на односторонніе перемири. Я услышала фразу, сказала так, то, що я читала, як і Евгений, дуже дуже мого, тому що я ж кажу, ми все ночі не спали, все переживали, він сказав, що якщо не буде мира, то буде военне положення. І він дуже жовстко говорив за Надю, він понимає, що в конечному тому що ми все переживаємо, у нього точно також і семія, і все, і близькі, і на роботі. Тому він использував всі шанси зараз, приїхала Меркель, приїхала президент Франції, дуже сильно помогає Америка, але абсолютно прави, це ж не тільки вопрос України, Польща спинною чувствує, Прибалти, то же самое, тому, хто не читав истории, як це було с Гитлером, тот не понимає вообще игры всей этой, і тут потрібно серйозно относиться, почему наша фракція, Батьківщина, говорить сейчас о необходимості объединення политиків, максимальні щас помощи, тому що в данний момент, ми можем только вместе, только вместе добиться либо мира, либо показати всему миру, что мы вместе, для того, щоб дати агрессору доставити агрессору. Простите, а можна пару вопросов, а то вы, как-то, мне хотелось бы немножечко порулить дискуссией, потому что она такая у нас пришла в свободный режим, каждая о том, о чем хоче, а вот, ну да, такой Майдан полезний. Закрутил, вот несколько вопросов, несколько вопросов, я их сразу назову, а потом вас будут к нему возвращать. Почему на этих переговорах не было США? Почему нормандский формат, а не женевский? Раз. Почему ни слова не говорилось о Крыме? Два. Пожалуйста. Кто-нибудь может сказать? По крайней мере, мы о женевском формате говорили все время. Я думаю, что интуитивно мне такое впечатление. Уже очень много лет в Америке постоянно навязывается, что в России навязывается, что война идет между Америкой и Россией. И для того, чтобы не давать лишний вот такой вот шанс в этих переговорах поводу, мне вот, я не дипломат, у меня было именно ощущение такое. А по поводу первый вопрос вы сказали. Почему не говорили о Крыме? Почему не говорили о Крыме? Но я вот знаю, как поступить. Вот меня об этом спросили, я тоже давал интервью на одного сейсмасса информации не смог ответить. Когда надо достичь большого результата, надо попросить с маленького. Поэтому, мне кажется, если бы подняли сразу всю проблему, разговор, может быть, и не получился. Поэтому, я думаю, что никто никогда из нас, из существующих политиков в Украине не признает, что Крым не наш. А если есть возможность сегодня снять болевую точку, господа, войну гибнущих ребят, а в ближайшее время еще немножко экономики и Крым сам к нам придет. Александра Владимировна, во-первых, когда идут переговоры о прекращении огня, как правило, не говорится никогда на этих переговорах о других территориях. Это дипломатические и вы пытаетесь сейчас рассказать издали, но это не так. На самом деле, если мы ведем речь на любых переговорах о прекращении огня в Донбассе и Луганске, не будет разговора о Крыме. Единственное, что было сделано для этого, была записана формулировка, что стороны признают территориальную целость и суверензию Украины, но эту формулировку не подписала Россия. И это тоже надо признать. А что, как бы, поймите одну вещь, мы сейчас очень много, мы из людей делаем тут депутатов, политологов, еще кого-то, людям это не нужно. Мы все прекрасно знаем, что Россия сорвет эти соглашения. Мы в этом уверены все. Но вы, как лидеры мнений, вы должны заниматься тем, чтобы подготовить людей, как они должны себя вести дальше, объединить, сплотить вокруг лидера нацию и так далее. Вы занимаетесь, вот потихонечку, так тихо-тихо покусываете противоборствующие политические силы, еще что-то. Паня Александровна, Пакин закрывает с лидерностью. Знаете, там очень много скрытых подтекстов, которые я, к сожалению, там вижу. Вы представитель грузинского посольства, вы, наверное, еще от ваших... Я бывший представитель грузинского посольства. Они у нас касаются сейчас... Ну, как вам сказать, я там сижу, я там работаю, а вы смотрите со стороны. Понимаете, со стороны всегда у соседа все лучше. Ну, вы знаете, это те люди, которые пережили ту же проблему и решили ее быстрее, чем мы. Вы спрашивали, почему не было Обамы. Я думаю, что Путин очень бы хотел в течение последнего года добивается того, чтобы наконец мы встретимся с Обамой и как он думает поделить с ним мир. Но американцы ведут очень правильную политику. Америка это немного другой уровень для того, чтобы разговаривать с Путиным. Особенно в тех условиях, когда человек недоговороспособен. Много чести. Это первое. А второе, Алексей, два слова ставлю прямо, а потом вы продолжите. И, кстати, если бы там присутствовал еще и Обама в Минске, то, ну, вообще бы тогда просто мой, как я люблю говорить, даже не однофамилец Дмитрий Киселев бы и зашел бы просто вот такого размера пузырями. А второй валит от Востового и Радонкин в играх в доброго и злого полицейского. Потому что Меркель занимала всегда позицию такой более мягкой к России, то американцы говорят, ну, хорошо, ну, попробуйте. Мы все понимаем, что ничего не добьетесь, ну, попробуйте. А вы с чем-то были не согласны в Вашингтон? Две очень короткие ремарки. Надо понимать одну простую вещь, почему Европа сейчас заняла такую позицию. Потому что Европа-то воюет не... Украина... Россия воюет не с Украиной. Она воюет с ее... ее Россией пониманием всемирным злом западным. Пока что, пока что, я подчеркиваю, на территории Украины. Территория Украины для России театр военных действий. И Европа это, наконец-то, полностью осознастся, начинает предпринимать активные действия. Это первый момент. Второй момент о том, что говорилось уже сейчас в этой студии, что так краткое перемирие для того, чтобы перевести дыхание двум сторонам. И третий факт, может быть, это прозвучит резко, но это правда. Пока Владимир Путин при власти, а лично для меня, это синонимично тому, что пока он, извините, жив, к нам не вернется Крым. И Донецк и Луганск никогда до этого момента не станут украинскими. Пока Владимир Путин находится у власти в России. Мы должны понимать это. Або сильный длинный заход и решительность захода, Соня, может привести до того, что все-таки он будет смущен себя повести иначе через то, как будет руйнуваться его экономика, его страна. И это будет уже, справа, очень тяжело говорить про рациональную поведенку пана Путина. Мы не говорим про это, но вместе с этим, возможно, может идти мова до инстинкта самозбережения. Можливо. Если дойдет до этого, он окажется в Ростове. Да. Но у нас, вспомните, уже очень многие журналисты говорили, что Янкович не всегда Крым не вернется в Украине. Путину 63 года будет в этом году. Он, грубо говоря, чуточку старше Леонида Ильича Брежнева, который только пришел в этом возрасте к власти. А Леонид Ильич еще 15 лет оставался. Вот если взять 63 года, если 63 года взять Брежневу, то еще ему предстояло 15 лет быть у власти. Если будут такие санкции, обязательно вспомнят российскую историю. Где-то в еде появится совершенно какой-то предмет, который испортит ему жизнь. Делать даже не в этом. Я так, по крайней мере. Это вы на кого намекаете? Ну, какая разница? Это она в общем. Да, я говорю о том, что никогда нельзя говорить никогда на все воля Божья, но я уверена, что для нас сейчас очень важна поддержка Европы и Америки. И вот это ощущение, что мы не одни в этой войне. И нам надо понимать, что нужно готовиться к огребу. С чем-то не согласны? На самом деле. Валерий, Валерий, на самом деле... Дайте Калмашу сказать, я вас умоляю. Он всегда погружен в свои мысли. Я всегда понимаю, когда мы говорим о России, когда мы говорим, слушайте, давайте поговорим о себе. Что мы сделали для того... И что мы должны сделать. Для того, чтобы мы сделали нормальную жизнь тех людей, которые живут на неоккупированной территории. Где эти реформы, прости господи, уже не к ночи скажешь. Мы всегда пеняем, киваем на внешнего агрессора, не видя того, что мы не используем сами свои возможности, пытаясь писать на кого-то там извне. Но все, есть соглашение. Мы его выполняем. Мы согласились с позицией президента. Мы поддерживаем нашего президента. Все, остановились. Давайте займемся внутренними проблемами, внутренними задачами. И тогда то же самое население тех людей в Луганске, в Донецке. Только мы не сможем их убедить в том, что надо любить Украину силой оружия. Мы можем их убедить только тем, что мы сделаем жизнь лучше тех людей, Валерий, извините, перебью. Давайте еще не забывать о том, что реформы и изменение качества жизни в Украине нам необходимы как воздух для того, чтобы наши партнеры, на которых мы очень надеемся, Европа и Америка хотели нам помогать. Денирым не помогают. Кстати, один очень важный момент, Иван. Коррекционерам не помогают. Секундочку. Пожалуйста, ну ни Америка, ни Европа не поможет нам провести реформы, если у нас, у самих мы ничего этого не сделаем. коррупция, суды, воровство, схемы, только в нас. Когда была жизнь? Я не говорю не мы. Я пишу, я вчера докладывала закон, не надо хихикать. Я вчера, между прочим, я сегодня критиковала министра с Грузии здравоохранения. Да, потому что за два месяца он не подал мне его рекоменда. Не надо кровника. Подал два документа. Ну я шучу. Я хочу сказать, дорогая моя. На сегодняшний момент, на сегодняшний момент, нельзя сказать, что можно отдельно видеть войну и отдельно говорить о реформах. Господа, если бы сейчас был мир, господи, я настолько люблю страну, вы не представляете, как бы мы вместе сейчас могли делать много вещей. Слушайте, а почему 8 миллионов в день? Почему 10 лет назад не сделал? Александр, в 2005 году не было войны. Знаете? И была Украина полна надеждами после революции. А я хочу вам сказать, между двумя людьми война была. Реформ тогда не было. Это не 2005. Его уже не обманешь. Его уже тогда экономический рост. Тогда были гораздо лучше ситуации. Конечно, передали после кучмы какую экономику. Все было совсем Александр, смотрите, опустим войну. Что мешает бороться с коррупцией в Херсонской области? Скажу. В Запорожской области? Скажу. Менять систему здравоохранения во Львове? В Херсонской области. Я писала президенту, надо сменить губернатора, в первую очередь, который не мог когда в жизни не построить систему, которая будет прозрачная. А что, что, Алексей, вы смеетесь? Не, ну, просто мы говорим, мы тут все дружно взявшие за руки и делать реформу. Что нужно делать? Поменять губернатор. А что вы думаете? Кангри решает все это, сказала не я. секундочку. Я прошу прощения. Нет. Единственный человек, который еще здесь... Александр, а можно я вас попрошу? Здесь присутствует ваш однопартий. Женю, мы не учимся даже. Мы учимся. Можно я вас попрошу дать возможность высказаться вашему однопартийцу? Здесь у нас Вадим Ивченко из Батькивщины. Вы можете что-нибудь сказать? Дайте микрофон. Микрофон. А, микрофона нет. Это называется говоримый... Извините. Дается просто наступное. У нас сегодня, знаете, ликар управляет краиной образно. Банкир у нас на фронте. У нас люди коментуют все то, в чем они даже не разбираются. Я соби бы никогда не позволил коментовать те вещи, в которых я не разбираюсь. Если я из местного саморядования, если я понимаю каких-то там земельных, аграрных вопросов, я это могу коментовать. А когда у нас все коментуют все, все все знают, все знают, как делать реформы, все изучают опыты разных стран и так далее. А когда все подходит к законопроектам и так далее, все законопроекты, они просто настолько вычисляются, вибачьте меня, а потом это переходит в выконавчую гилку влады. А выконавчие гилки влады, там всего лишь люди, которые должны выполнить то, что написано. Там всего лишь люди, которые должны просто взять и сделать так, как написано в законе. А у нас они начинают читать закон наизнанку. Этот закон совсем по-другому трактовать. Если сказано не брать какие-то взятки и так далее, они что делают? Они не берут, но придумывают и другие вещи, которые, извините, впливают на все наши живые действия. И с приводом, знаете, мы с вами очень таковыдвертый речный сказали про Соединенные Штаты Америки. Они отиграли очень важную роль в этих новых переменах. После того, как официальные люди наивысшую оготунку Сполученных Штатов Америки сказали про то, что они начнут поставлять Украине высокотехнологичную оружие, сразу начались мирные перемены, потому что это последний крок, когда начнут надавать оружие Украине. А сегодня Пентагон возглавил проукраинский настроенный человек, как, наверное, вообще победить. Одну секундочку, вот я все пытаюсь один момент прокомментировать и обратить ваше внимание как бы в продолжение того, что говорил Вадим. Смотрите, как только поступила информация из Минска о том, что договоренности достигнуты, сразу Международный валютный фонд в лице Кристин Лагард объявил о том, что деньги дадут, что 17,5 миллиардов на ближайшие 4 года, а всего с учетом других источников финансирования 40, и я боюсь, что договоренности были не достигнуты, возможно, это бы не случилось. Здесь надо учитывать, что, конечно же, в МВФ решающий голос принадлежит Соединенным Штатам. Это тоже не надо забывать. Да, Ирина? С этого привода хочу добавить, с приводу МВФ Мковский. Конечно, Соединенные Штаты Америки играли очень важную роль в этом. Но я хочу сказать, что мы должны рассмотреть это вопрос и в контексте требований Международного валютного фонда для Украины. Проводьте реформи. Если Яценюк, Яресько, Верховная Рада, которая уже начала голосовать худо, бедно, но законы, которые започатывают эти реформи, я сейчас про них скажу, Международный валютный фонд жодным чином бы эти кошки не выделили. И сказано было, что это будет не просто 17,5 млрд, а эти кошки могут увеличиться до 25, а то и до 40 млрд. Про реформи. Сегодняшняя Верховная Рада працюет, будем считать, по великому рахунку, лишь 2 месяца. Была заключена коалюційная угода, на запропонованную президентом стратегию 2020, которая предбачает более 60 реформ и 2 программы, была заключена ця угода. Мы не можем говорить, что за 2 месяца от где реформи? Но реформи же не делаются так, правда? Что? Что? Принялся закон и на другий день мы все процветаем и живем прекрасно. Присладом цього есть Польша. Она начала эти реформи в 89-м году с тяжелым скрипом, с тяжелым противом, как чиновников, о которых вы говорили, так и людей, которые начали жить гирже. Но Польша за 10 лет села в эту тяжелую лодку, села, так же была выбрана коалиция и грибла. Эти реформи продолжаются и по сегодняшний день. Результатом вступ и она стала членом Европейского Союза. Я договорю. Не можно сказать, что не начались реформи в прокуратуре, антикоррупционное бюро, по відновлению доверия судов, про праведливый суд и так далее. Починается реформование в МВД. Я называю... А где реформа в МВД? Мы только видели видеоролики от Министерства. Нет. Нет. Если вы уважно спискували вверх, то эта реформа началась. Шановные, я хочу... Я вас не перебивала. Я хочу... Я напомню вам, минута, ваша минута прошла. Через минуту вас можно начать перебивать. Я назвала и коллеги мои подтвердят понад 7 законов. А мы забываем о законе, который был принят еще до этой каденции, проведенный Лилею Гриневич про освіту. Это тот закон, который започатковывает колоссальную реформу и тут собирается много для студентов. Мы начали эти реформи. У меня одна вопроса. Тут много людей. Что для вас такое реформ? Хибо эти люди за 2-3 месяца мы сделали и столько, и столько. Они слышали то, что мы сделали. Я про это только вы меня уважно это не реформа мы сделали. Мы сделали точечные кроки первочередные, но это не реформа. Вы же сказали, мы сделали там реформу, там и там. Нет, вы плохо меня слушали. Еще раз повторю то, что я сказала. Мы привели законы, которые позволят изменить систему, которые позволят уряду принять соответствующие положения, изменить структуру и так далее. Вы знаете, Ирина, я не называя фамилии, могу сказать, что я вот был на одной конференции, которая проходила в стенах Европарламента незадолго до Нового года. Я не буду называть, там были многие украинские представители, вот один из них на вопрос прямой одного из присутствующих уважаемых членов Европарламента, а почему никак не осуществляются долгожданные реформы, ответил, но вы знаете, мы сделали самую главную реформу, мы провели реформу национального самосознания. Знаете, после этого, к сожалению, половина присутствующих у нас. Я хочу нагадать, что 5 роков тому назад мы чули тоже, что мы тоже начали реформу, 21 реформа, да, Приняк? И мы тоже рухаемся, рухаемся, ну не можно же одразу за 2 месяца. Давайте, мы поднимем, и законы принимались, мы не работали. Я нагадаю вам не свои слова, а слова посла из полученных штатов, которые делают для нас много корисными. Я кого запитали, есть разница между минулой владой и нынешней? Сказал, есть в словах, в действиях нет разницы. Больше четкого сигнала того, что реформы проводить нужно, а они не проводятся, не проводятся темпами, как нужно, особенно в умовах. Хорошо, Алексей, а если так будет продолжаться, что вы думаете, какой будет результат? Я могу сказать Алексею и всем присутствует Вот вы сегодня говорите депутатой консолидаты, потому что вы все должны сплатиться. Я верну, пожалуйста, вам микрофон. Я продолжу. В 2003 году после того, как была проиграна война в Абхазии, была группа друзей Генсека по Грузии. Входили все те же самые страны, просто нам никто не помогал. Нас оставили один на один ровно до тех пор, пока в 2004-м не начались реформы и страна не начала преображаться. Ответ в 2008-м. Я понимаю, что вам многим может очень многое не нравиться из того, что я говорю. Но любые реформы, любые реформы это результат командной игры. И результат... Мы підтримуем ваших законах. рассказывать, какие законы приняты. Вы должны закрываться в кабинетах. До потери пульса с друг с другом разговаривать. Оппоненты и парфюры. Выходите и делайте систему законы не меняют, не меняют люди. Я расскажу, как это происходит. Если можно, краткая ремарка. Вы говорите о том, что вам нужно сплотиться сейчас всем депутатам, всем силам. Среда, полупустой сессионный зал. Утром, к обеду еще меньше народу. Сегодня Гройсман двери хотел закрывать, чтобы кто-то... Но есть же это. По буфетам сегодня собирали депутатов, чтобы хоть что-то проголосовать. Это консолидация и это работа. Я хочу сказать, что это... Ирина, ну пожалуйста, вы употребляете вашим регламентом. Мы говорим про консолидацию. Консолидация действительно в этой ситуации мне кажется, что это должна быть основной темой дискуссии. Я приведу несколько маленьких прикладов. Когда оппозиционный блок голосует за урядовые законопроекты, зал кричит это зрада. Когда не голосует за законопроекты, зал кричит это зрадники, они не поддерживают позицию народа. Про какую консолидацию мы можем с вами говорить? Я хочу нагадать, коллеги, я хочу нагадать. Вы при владе уже находитеся рік. Сегодня мы торкнулися темой Римского статута. Вы ратифікували Римский статут исключительно в частине того, чтобы он мав отношения к представникам РФ. А почему мы не ратифікували его в целом? Почему он не имеет отношения к Януковича? Почему он не имеет отношения к тех посадовых осіб, которые сделали злочины в период уже за этот год? Яскравый приклад этих злочин это трагедия 2 травня в Одессе. Вы не поддерживаете створение Следующей комиссии. Никто из фракций не дала своих представителей до Следующей комиссии. 9 грудня мы зарегистрировали с Вилкулом проект постанови этого вопроса. Давайте действительно объединяться. Давайте не шукать друг врагов, а действительно вы знаете, давайте признаемся честно, что любая реформа проходит очень тяжелое обсуждение в коалиции. Я хотел просто обратиться к режиссерам и спросить, не забыли ли они о том, что мы ждем включения замглавы администрации президента Валерия Руслова. Спасибо. Очень много в этом парламенте лоббистов. Парламент ровно такой, какой избрали. И поверьте, очень сложно. Например, сейчас наша фракция после того, как был проголосован бюджет, за который мы не голосовали, вы знаете, ночью, мы получили огромное количество сигналов по малых сел, сельских и селочных рад. Они приехали, более 300 человек, мы собрали их в зале, они криком кричали о том, что их оставили без денег. Мы записали все их проблемы, подготовил вот один из авторов этих законопроектов, Юлия Тимошенко, Кириленко, я там есть автор. Мы сели и начали оформлять в закон все то, что сказали люди, приехавшие. Что это закончилось, когда наши авторы предложили, чтобы земля, которая более 14 миллионов, да, гектаров сейчас, более 14 миллионов гектаров, земля, которой не управляет никто. И когда мы подготовили законопроект, чтобы этой землей, она находилась под руководством Миских Рад, то нас обвинили, что мы какую-то строим... И чем закончилась это? Это закончилась из-за этого. А, кажется, драка из-за этого была? Да, мы отстаивали. Как же вы дошли, Вадим, до жизни такой, что... Мы дрались за реформу! Мы дрались до крови! Знаете, выкористовывая эфир... Ничего! Давайте реформу, пожалуйста! Знаете, выкористовывая эфир, я, по-перше, хотел выбачиться, предверто выбачиться перед всеми патриотами, перед всеми украинцами, оскільки мы потешили наших в лапках друзей. Я, знаете, закинчив школу с медалью институт червенным дипломом. Я никогда не хотел попасть в ютуб, где полтора миллиона просмотров. То есть вы сожалеете, вы хотите сказать, что вы сожалеете, не смогли удержать. Я не зрозумев только одного. Как можно просто за угла напасти на людину? А кто первой начал? Я этого не понимал. Когда я открывать двери, я не понимал. А теперь с приводу чего произошло? В произошло в том, что нас сегодня как фракцию и меня особенно, и наших коллег-депутатов извинуватили в том, что мы лоббируем коррупционный законопроект. Законопроект, который забирает в державе Вадим, Вадим, извините вы ради бога, вот позвольте я вас привожу, потому что оппонентов здесь ваших нет, давайте мы вот сейчас, давайте это отложим до следующего раза. Я прошу прощения, есть один человек, который давно обещал слово предоставить, пожалуйста, Юрий Тандит. Слава Богу, что мы можем говорить на разные темы здесь. Я думаю, что в Москве в таком бы рейтинговом проекте мы бы не могли говорить о разных вещах. Мы говорили бы примерно об одном. Слава Богу, спасибо. Второй момент, второй момент, я хочу, чтобы мы все-таки вернулись к миру, а не, ну, скажем так, не воевали здесь. Тем более, что вы, я всегда на вас смотрю с уважением, можете это делать в Раде, слава Богу. В споре рождается истина. Вот, я принес две газеты, они одинаковые, они уникальны тем, что одна газета выпускается в Донецке, ее привез оттуда, а другая здесь. И у каждого своя правда, у каждого своя правда. Но Бог, он в истине. А истина в чем? Истина в любви. Я взял с собой крестик, который сделал один человек, которого мы освободили в Харьковском СИЗО. Это человек, Алексей Верещагин, байкер, за которого просил Владимир Путин. Мы с ним общались вдвоем наедине минут 20 максимум. Но он подарил этот крест. И когда я был у Кирилла, я говорил ему на ухо, может быть, никто не слышал, говорю, верните надежду. Он говорит, я не слышу, что ты говоришь. Я говорю, надежда может умереть. я надеюсь, что мы освободим всех наших ребят. И этот мирный договор, который был опять в Минске, допущен к заключению, он дает нам то, что перестанут с 15 числа погибать наши ребята. Я благодарю президента, и тех ребят, которые были там в Минске. Я надеюсь, что это для нас шанс большой. Надо начинать уже идти к друг другу к лицу. вводите. Спасибо большое. Спасибо. На этом все. Наша программа подошла в концу. Встретимся на этаже в площадке через неделю.